Сегодня у нас в гостях Анке Гизен, член правления немецкого отделения организации Мемориал. Поговорим с ней о том, как спустя несколько десятилетий относятся к этим происшествиям в России и в Германии. Добрый вечер, Анке. Анке, добрый вечер. Как представитель Востока здесь, мне кажется, для вас из Германии, наверное, это должно быть чем-то из области фантастики, что люди только в 2016 году, то есть 70-80 лет спустя, стали задумываться об этом вопросе, задумываться о том, кто расстрелял их предков. Нет, это не такая фантастика. Конечно, в Германии после нацистского времени сразу начало юридическое исследование, кто отвечает за нацистские преступления и так далее. Но это не было из немецкого общества. Это было по заставлению оккупационных властей. И что немецкие, да, как сказать, люди в Германии начали интересоваться нацистскими преступлениями, это тоже только начало, по-моему, в 80-е годы в Западной Германии. Это было после того, что показали американский телесериал «Холокоуст». И тогда люди в маленьких городах или молодежь начали интересоваться, какая история у нас в городе, у меня в семье и так далее. Поэтому, что это длится определенный срок, это для меня не так удивительно. Возможно, что это и в России сейчас начало какого-то нового движения. Я как раз поэтому хочу спросить про Карагодина. Есть какая-то цепная реакция? То есть есть другие тоже 20-летние, 30-летние, которые сейчас тоже ищут архивные материалы про своих дедов или прадедов? Что можно замечать, что в России заметно выросли интерес к предкам, и что люди начинают читать дневники своих предков, что они ищут семейные истории, спрашивают своих родственников, и что они обменивают своими обнаруживаниями в Фейсбуке в определенных группах. И, например, есть такая группа в Фейсбуке по названию «Свои». И там тоже осенью в Синтерпе 16-го года, например, опубликовал какой-то Владимир Яковлев пост, в котором он рассказал, что он обнаруживал, что его свой дедушка и своя бабушка были членами НКВД и отвечали за то, что люди погибли. У меня это ведь все равно личная, то, что называется личная историческая память, а есть официальная историческая память. И, как вы уже сказали, в Германии это шло сверху, то есть был запрос сверху от властей. В России нет никакого запроса сверху. Разве без запроса сверху, без официальной какой-то полемики на эту тему может вообще это как-то привести к тому, к чему вы пришли в Германию? Я как раз хочу добавить, что по этому поводу прочитал недавно интересное интервью с таким социологом Григорием Юдиным, который сказал, что особенно за последние годы официальная память все больше расходится с личной памятью. И что, в принципе, русские, что это существует параллельно. То есть русские видят, что есть вот такой официоз, как бы официальная история, и есть их лично, но лично не вписывается в официальную. То есть может быть это официальная история, которую сейчас пытаются в России сверху учить, всех она как раз дает такой, нет, дает скорее импульс людям заниматься личной историей, потому что они в этой официальной истории не видят, не видят. Что для меня особенно интересно. В Германии все это прошло сверху, и сначала была юридическая оценка нацистских преступлений, и, как сказать, это личное семейное занятие этой тематикой, это начало сравнительно поздно. И, например, что люди занимаются тем, что это, как сказать, что это вызывает травмы, психологические травмы, что если предки были связаны с огромными преступлениями такого размера, это в Германии совсем новое явление, что люди этим занимаются. И мне кажется, что в России процесс наоборот. Люди сначала сейчас начинают заниматься с такими вопросами, как в сталинские времена, репрессии, государственные преступления влияют на их личную психику. И, как сказать, историки этим не занимаются, но психологи. И есть такой дискурс среди, международный дискурс про, по-немецки, трансгенеративная травма. Ага. То есть травма, которая передается через поколения. Через поколения. Через поколения. И может быть, что в России просто процесс наоборот, что из психологического исследования этот дискурс меняется на юридический дискурс. Перерастет, да, в другой дискурс. А, интересно. Может быть. Но мы нанимемся, что это все происходит в интернете. И мы несколько недель тому назад слышали, что, может быть, российский интернет будет изолирован. Да. Даже тогда, если они будут в изолированном интернете обсуждать эти темы, это невозможно. А про пример как раз я хотела спросить. Вот сейчас же многие постсоветские страны начинают постепенно об этом говорить. И вот Латвия недавно, в декабре, кажется, открыла свои архивы КГБ. И тут тоже это все привело к некоторому скандалу, потому что это все в открытом доступе. Друг может узнать про, я не знаю, отца своего лучшего друга. Или своего врага. Да. Как бы Германия это, наверное, сделала все более тонко. Потому что нельзя же просто взять и получить любое дело из архива. Я сама пыталась, там надо писать длинный запрос. Все-таки какая модель лучше? Это лучше делать вот так вот в лоб все открыть? Или не делать информацию открытой для всех, доступной для всех? Ну, такая ситуация была у нас после конца ГДР. И в ГДР была такая развитая система госбезопасности. И после того, что тоже открыли архивы и много супругов узнали, что их супруги стучали на них или другие родственники, близкие друзья. И это, конечно, вызвало несколько, как сказать, неприятностей. Но, в общем-то, по-моему, государство от этого не было в потрясении. Но это же не лежит все в открытом доступе. Архивы штази не лежат в открытом доступе. То есть нужно пойти и подать заявку. Я говорю, для этого нужно принять какие-то усилия. А в Латвии это все можно, все доступно в интернете. Да, в интернете. Ну да, это другое дело, потому что я, например, до сих пор не подала заявку, чтобы увидеть мое дело в штазе. А вы родом из ГДР? Нет, я родом из Ферге, но у меня близкие родственники. И меня, когда мне было 17 лет, мне запретили въезд в ГДР. И это значит, кто-то стучал. Из ваших родственников. Родственников или друзей их в ГДР постучал. И я до сих пор не решила узнать, кто это был. Почему? Это очень интересно. Почему вы не хотите? Это такая вещь, что я каждый год откладываю. Потому что это приведет к конфликтам. Может быть, да. Или разочарования. Или переоценки моего прошлого. Может быть, что человек, который очень оценивался, надо переоценить. Поэтому, что эта система заявка для меня, по-моему, хорошее решение. Что это не лежит в открытом доступе. И что только лично я могу достичь этого доступа. И, например, мой друг может посмотреть в интернет и говорить, вот 30 лет тому назад этот человек стучал на тебя. Это ужас, по-моему. То есть, да, осмысление истории происходит на личном уровне и на государственном уровне. Спасибо большое. Спасибо, Анна. Очень интересно было. Спасибо.